Церковно-славянский язык Один из самых актуальных вопросов – нужен ли перевод языка литургии на русский? Церковно-славянский был не только языком богослужения, но и языком культуры. Тема богослужебного языка, языка литургического, она очень актуальна, была во все времена. И сегодня мы собираемся здесь, в сынах университета, потому что это вопрос веры и в то же время вопрос науки. Какие-то, если возникают вопросы, в частности, богослужения и в частности церковно-славянского языка, надо пытаться на них найти ответ соборно вместе, но очень деликатно, очень аккуратно, потому что это, конечно, для нас всех церковно-славянский язык – это святыня. Безусловно, надо учитывать, с одной стороны, традицию церковно-славянского, она очень важна, очень важна, потому что язык – дом бытия, язык, он, безусловно, формирует наше сознание, изменение языка может привести к очень габальным изменениям. С другой стороны, конечно, необходимо делать язык понятным, но тут две стратегии существуют. Одна стратегия – это мы давайте все упростим, чтобы это сделать понятным, опять-таки понятным, кому. Кто-то у нас, например, Пушкина текст не понимает, а другая стратегия – это адаптировать, и человека поднять до этого уровня, но она тоже сложная. Я думаю, встреча должна быть где-то посередине. Культура транслируется, культура воспитывается прежде всего через язык, и нужно думать, а что же представляет собой язык. Людмила Павловна Клименко, профессор университета Лобачевского, создатель библейской филологии, сегодня преподает в Нижегородской духовной семинарии церковнославянский язык. По ее словам, язык – основа православного представления о мире. Другое дело, что церковнославянский нужно переводить, пояснять, раскрывать не только для неофитов, но и для самих священников. Не случайно одно из главных достижений Людмилы Павловны в последние годы – курс экзегезы, толкования псалтири для священнослужителей, и словарь лексики псалмов в ее разных значениях. Нельзя упрощать, потому что все сакральные тексты построены, построены не так, как светские тексты. Тут буквальное чтение, а там он строится по принципу двойного реализма, двоякого реализма. А этот двойной, то есть экзегеза, извлекает вот этот священный смысл, духовно-символический. А при буквальном чтении – это конкретная историческая действительность. Вот что. А это так, знаете, что называется, шлифует мозги. Уже существует не один перевод литургических текстов на русский язык. Деятели православной церкви не раз подчеркивали необходимость пояснять богослужение, не нарушая ритуала. Но эта тема требует широкой дискуссии. Встречу в Старом Актовом – важный этап этого разговора. Субтитры создавал DimaTorzok